Это гастрономическое изобретение называют уникальными живыми витаминами. А рецепт лакомства держат в строжайшем секрете коммерческая тайна. Главный ингредиент – клюква. На новом производстве в Пинске ягоду научились готовить так, чтобы она сохраняла максимум полезных свойств. Всего за два месяца с момента создания предприятие вышло на международный рынок и сегодня экспортирует сладкую продукцию в Прибалтику, Чехию, Румынию и Болгарию. Визитки с деловыми контактами расходятся так же быстро, как и угощения. Больша, Россия была и делегации, которые прибыли на этот форум из Курской области, из Псковской области. То есть интерес есть. На отдельной площадке стартап-проекты. Первокурсник Антон Любахинец изобрел компьютерную систему спасения утопающих. Она работает с помощью беспилотника и GPS-браслета. Он просто нажимает на кнопку на этом браслете, и вот GPS-данные отправляются в мозги квадрокоптера, и квадрокоптер на эти координаты несет списательное средство, такое как списательный круг, либо самонадувной желе. К разработке студента уже присматриваются в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Всего на выставке около ста предприятий, которые готовы презентовать свои предложения и ждут инвесторов. На одной площадке представлены практически все основные отрасли экономики. Среди них сельское хозяйство, производство продуктов питания и напитков, стройматериалы и текстиль, косметика, IT-технологии, туризм и транспорт. Как заявляют сами организаторы, форум деловых контактов – это не разовый проект. Речь идет о создании нового делового бренда региона. Самая представительная иностранная делегация на форуме – из Польши. Прошлый год для торгово-экономических отношений двух стран был не самым удачным. Экспорт упал, и сегодня стоит задача не просто вернуть докризисный уровень – 3 миллиарда долларов товарооборота в год, но и существенно поднять планку. Бизнес в Беларуси тоже высоко оценивает польская корпорация страхования экспортовых кредитов. Ни один риск не реализовался. Значит, это хорошее отношение между предприятиями. На смену контактно-кооперационной приходит электронная биржа деловых контактов для тех, кто ценит время. Всю информацию можно детально изучить в специализированной базе и, минуя длительные переговоры, сразу перейти к подписанию контрактов. Мы работаем сейчас очень плотно по пяти проектам. Договорились, я думаю, что придем к какому-то результату. Кроме этого, у нас 14 проектов сейчас проработки. Мы сегодня пытаемся создать те предприятия, которыми наша страна, возможно, будет гордиться лет через 10-15. Один из таких проектов – экспортно-ориентированные предприятия по производству строительных материалов. К слову, многие инвесторы приехали в Брест целенаправленно с конкретными предложениями. Нашу компанию интересуют строительство дорог и экологические проекты. И сегодня мы готовы инвестировать в некоторые белорусские компании, которые занимаются производством в этих направлениях. Брестская область – один из лидеров по привлечению зарубежного капитала. Задача минимум на этот год – 60 миллионов долларов иностранных инвестиций. Вполне реально, ведь только за два дня форума достигнуты договоренности о подписании пяти крупных контрактов на 20 миллионов долларов. Мария Тройнич, Игер Хвичини, Наши новости. Брест. Субтитры создавал DimaTorzok